В селе Тандай, что в Атыраусской области, произошел шокирующий случай. Женщина с огромным педагогическим стажем в течение семи месяцев хранила в своем сарае труп собственного брата. По селу тут же поползли разные слухи. Учительницу, которая, к слову, все еще преподает в школе, сельчане подозревают в том, что она имеет отношение к смерти брата и требует справедливого наказания. А что говорят в полиции? Подробности этой жуткой истории узнавала Айдана Нураж. Загадочная смерть односельчанина до сих пор не дает покоя жителям села Тандай. После того, как по округе прошла весть о том, что преподаватель местной школы хранила в сарае бездыханное тело брата, местные живут в постоянном страхе. Жители аула возмущены тем, что учительница биологии после произошедшего продолжает работать в школе. Если не могут уволить, то сделайте ее методистом. Отправьте в район УАК, хоть в областной отдел образования, в любое место переведите, пожалуйста. Ее боятся и дети, и взрослые. Шокирующий случай произошел минувшей зимой, когда в сарае частного дома полицейские обнаружили труп 82-летнего мужчины. Позже выяснится, что тело пролежало там больше полугода. Летом возле их дома стоял отвратительный запах. Мой муж говорил, что женщина убила своего брата и спрятала тело в одной из комнат дома. Сама учительница оправдывается, якобы не хотела расставаться с братом, поэтому и решила не предавать земле тело близкого человека. Между тем, экспертиза установила, что пожилой мужчина умер ненасильственной смертью. Поэтому уголовное дело закрыли, а преподавателя снова допустили к работе с детьми. По информации полиции, педагог проходит по делу как свидетель. Она невиновна. Мы вернули ее на работу и выплатили зарплату за тот период, пока она отсутствовала на работе. Но напуганных сельчан такой расклад не устраивает. Они требуют возобновить расследование по этому нашумевшему делу.